Выборы Ройзмана в Екатеринбурге это, конечно, такой сигнал, достаточно серьезный сигнал власти. Пожалуй, уже не первый, потому что вы помните, что были выборы в Ярославле. Мне бы не хотелось, чтобы с Ройзманом поступили так, как поступили с мэром Ярославля, когда 13 вооруженных до зубов ОМОНовцев скрутили, так сказать, худенького, и совершенно не оказывавшего сопротивления мэра Ярославля, помните, среди ночи вытащили его из машины. И, в общем, это было такое позорище на весь мир, которого бы не хотелось, чтобы они повторили это в Екатеринбурге. У Ройзмана, безусловно, есть положительные, серьезные качества. Мне бы хотелось, чтобы власть научилась использовать умение организовывать оппозиции и работать с оппозицией. Даже когда оппозиция побеждает. Я ввела по поручению партии выборы в трех регионах России. Это была Архангельская область, Ульяновская область и часть Ростовской области. И хочу сказать, что в Архангельской области было все достаточно спокойно, и результаты выборов, которые мы там показали, они близки к тем, которые были реальны. А вот в Ростовской области был просто беспредел. Просто беспредел. И я считаю, что сегодня главной опасностью для демократического процесса в России является состав избирательных комиссий. Потому что именно сами избирательные комиссии фальсифицировали результаты выборов. И сегодня там, где нам удалось это доказать, идут судебные процессы. Но по опыту Петербурга мы знаем, что и суды тоже сегодня не являются примером добросовестного отношения к закону. Поэтому региональные выборы сейчас в разных регионах показывают степень, как бы сказать, степень политической зрелости региона. Там, где есть политическая зрелость, там власть спокойно относится к оппозиции и работает с ней, с этой оппозиции. Думаю, что вот мы сейчас начинаем уже готовить следующий избирательный цикл и ведем переговоры с властью, что все равно оппозиционные партии возьмут свой протестный процент голосов. Но из-за того, что власти делают все возможное, чтобы выбить из наших списков вменяемых людей, им подконтрольных, директоров гимназии, главных врачей больниц, журналистов, они делают себе самим плохую услугу, потому что все равно мы свой процент возьмем. Но только на месте вот этих людей будут те люди, которых мы сможем провести по списку. Как правило, это люди не связаны с властью. И работать власти придется с этими людьми. Поэтому думаю, что это не в их интересах так давить наши оппозиционные партии.